Доброе утро, или вернее уже добрый день, хотя и утро, и день сейчас в Москве хмурые, потому что всех поздравляю с наступлением настоящей зимы. Ну, посмотрим, что будет дальше, но пока, во всяком случае, это зима. И, кстати, вот мы в предыдущих дорожных просветах обсуждали, должна ли быть техника наша полноприводной или нет, и на каких шинах нужно ездить, на настоящих зимних скандинавского типа, или можно обойтись каким-нибудь для мягкой центральной европейской зимы. Так вот, пожалуйста, вот вчера был именно тот день, о котором я говорил, когда вам нужны и полный привод, и настоящие зимние шины. Да, и когда, ну вот мне повезло, я езжу на полноприводном автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution, у меня шипованный Continental Winter Viking, и я прохожу к своей машине мимо автомобилей соседей моноприводных на каких-то непонятных шинах, которые не могут выехать буксуя из сугроба, там толкают их как-то все. Я просто сажусь, выезжаю и еду. Друзья, это счастье. И это счастье быть готовым к зиме, которая, как всегда, у нас настала внезапно в наших широтах. Сегодня я хочу рассказать вам про, как раз про полноприводный автомобиль, про полноприводный гибридомобиль, про явление в ее мобиль. Вы наверняка кто-нибудь про это слышал, да, кто-нибудь про это читал. Где-то около двух лет назад эта тема просто взорвала такую, да, российскую общественность. Михаил Прохоров, миллиардер, владелец холдинга Annexium, собирается делать свой гибридный инновационный автомобиль с электрической трансмиссией. Мы совершенно тогда, мы, я имею в виду профессиональное сообщество, автожурналисты, конечно, мы просто онемели от удивления. Тем более, что не прошло еще удивления к тому времени от проекта Маруся Николая Фоменко. Вот, и тут еще ее мобиль, да еще и с таким названием. И я помню наше удивление, когда мы посетили огромный павильон, который был отстроен рядом с холдингом Annexium на Тверской. Там выставлялись три прототипа. Кроссовер, такой городской хэтчбэк и грузовичок развозной. У них под капотом были какие-то, значит, двигатели Weber. Но нам говорили, что это не так, что на самом деле под капотом серийных машин, которые появятся в 2012 году, а было это в 2000, конец 2010, начало 2011 года. То есть, практически, ну, два года назад. И вот тогда нам обещали, что сейчас, вот сейчас они пойдут в производство, что под капотом этих машин будет роторно-лопастной двигатель внутреннего сгорания. Это типа вот роторно-поршневого, который был у Mazda и который там изобрел доктор Ванкель, немец, в 60-х годах, в 50-х. А потом все от него отказались, потому что он все-таки сложнее, дороже, у него расход топлива там и так далее. Мало того, что будет этот роторно-лопастной фантастический совершенно двигатель у этого автомобиля, будет еще электрическая трансмиссия. То есть, прямой механической связи между двигателем и колесами не будет. А мотор будет вращать генератор. Генератор будет питать электромоторы на передней и задней оси. То есть, ее мобиль должен быть полноприводным. А в качестве буфера будут не аккумуляторы, как у всех гибридных машин в мире, а конденсаторы, которые очень быстро принимают заряд и быстро отдают, но позволяют запасти всего лишь электричество на несколько секунд. Никто такого, ничего подобного в мире не делает. И мы, конечно, все совершенно обалдели, если можно так выразиться. И вот потянулось время. Выяснилось сначала, что никакого роторно-лопастного двигателя быть не может. Ну, потому что мы говорили вот этим людям из фирмы, они назвали себя YoAuto. Мы говорили им, что, ну, друзья, ну это невозможно. Вот даже у роторно-поршневого мотора проблема с уплотнениями в камере сгорания. А уж этот роторно-лопастной довести, это совершенно ни у кого в мире не получается. А они ничтожившими нашими. Он говорит, нет, у нас все получится, у нас все есть. Интересно, что при этом костяк этой фирмы, ее авто, составляют белорусы. Люди из Белоруссии. Есть такая фирма Яровит Моторс, которая в Санкт-Петербурге выпускает единицами, к сожалению. Единицами буквально считанными грузовики собственного изготовления. Ядром этой фирмы Яровит Моторс, в свою очередь, являются люди из Минска. Андрей Бирюков, Андрей Сенкевич, Дмитрий Ерота. Эти люди занимались МАЗовской техникой в Минске в свое время очень успешно. Они влюблены в автоспорт, занимались ралли-рейдами. Была команда МАЗ Яровит. Это все еще в 90-х и потом в начале 2000-х. Они строили гоночные прототипы и на них выступали. И потом вот какой-то у них еще, так сказать, несколько видов бизнеса успешных был. И деньги, полученные от этого бизнеса, они вкладывали в автоспорт и вот в эту фирму Яровит, которая пыталась и пытается выпускать грузовики. К сожалению, особо успешными их назвать на этом поприще нельзя, потому что, как я уже сказал, в лучшие годы этих грузовиков Яровит выпускалось не больше десятка, что, конечно же, сами понимаете. Но, тем не менее, они заболели еще вдобавок грузовикам и вот этой идеей инновационного городского автомобильчика. И, кстати, очень интересно, я вот тут выяснил, что автором идеи городского автомобиля был некий Юрий Шиф, тоже белорус. Это чемпион 2010 года по кастомайзингу мотоциклов. Вообще в Беларуси, надо сказать, есть очень много креативных людей. Тот же, например, дизайнер Владимир Цеслер, который придумал, собственно говоря, бренд Йо для Йо-мобильщиков. Совершенно потрясающий дядька. Если не лень, зайдите на... наберите в гугле Владимир Цеслер, найдете его сайт, посмеетесь. Там очень много всего интересного. Вот. Дизайнер Андрей Трофимчук, который делает сейчас дизайн Йо-мобиля, тоже белорус и очень хороший, интересный дизайнер. Достаточно вспомнить хотя бы его... его прототип, его концепт-кар, который был выставлен во Франкфурте под брендом Йо. Да, очень интересный, очень креативный. В общем, в Беларуси есть, есть интересные люди. И вот так получилось, что они все сконцентрировались... Не все, конечно, да? Многие сконцентрировались вокруг этого проекта. И вот мне удалось сейчас съездить туда, в Минск, посмотреть на все это своими глазами и даже поездить на Йо-мобиле. Вернее, конечно же, это еще не Йо-мобиль, это прототип, это мул, так называемый, это агрегатоноситель. Внешне это по Сузуки СХ4, из которого удалили родной двигатель, коробку передач, приводы и поставили экспериментальные агрегаты, которые должны быть на Йо-мобиле. Вот, я посмотрел, где это дело разрабатывают, и оказалось действительно, что базой, где разрабатывается Йо-мобиль, является бывшая гоночная команда Яровит. Вот та, про которую я говорил, та, с которой все у яровитовцев и началось, это буквально два ангара, металлических ангара, в пригородах, в пригороде Минска, в селе, а ныне агрогородке, под названием Колодищи. Два ангара, половина арендуемого небольшого кирпичного здания, ну и еще несколько таких там гаражей или сооружений. Раньше там вот яровитовцы делали, готовили свои гоночные машины, сейчас же никакой гоночной техники там уже нет. И когда я спросил, ребята, а вот это вот, с этого там, с этого все начиналось, да, с гоночной техники, Андрей Гинсбург, генеральный конструктор и нынешний генеральный директор ЮАВТО, категорически отрел, он сказал, нет. Начиналось все не с этого. И гоночная команда здесь ни при чем. То есть они воспринимают себя сейчас как инжиниринговую фирму, в которой работает примерно 110 человек, и 55 из них инженеры. И, в общем, я очень скептически к этому относился, но увидел своими глазами, ребята действительно работают. Более того, да, вот уже построен даже агрегатоноситель. Продолжу сейчас после новостей на Финам.ФМ. Я рассказываю про Ёмобиль. Неуловимый, загадочный, долгожданный, собственно говоря, проект, в котором мы давно уже разуверились. Потому что обещалось два года назад, что машины будут выпущены сейчас. Завод под Санкт-Петербургом построен, но там стоят только стены, ничего нет пока. И вот этой осенью генеральный директор Йоавто Андрей Бирюков был отставлен от должности. Он остался в Совете директоров, но он отставлен от должности, причем, как говорят, прямым распоряжением Михаила Прохорова, инвестора проекта. И генеральным директором новым стал Андрей Гинсбург, который был главным конструктором. И, собственно говоря, вот меня в Минске он и принимал, он и замдиректора по маркетингу Дмитрий Ерота, тоже один из отцов-основателей этого проекта. И они показывали все, рассказывали, с чего это началось. Вот, что началось это все с идеи кастомайзера Юрия Шифа. Потом Синкевич с Бирюковым, значит, зажглись этой идеей, начали ходить, предлагать ее. Кстати, они предлагали ее и в Минпромторг. Но Алексей Рахманов, который отвечает в Минпромторге за автомобильную тему, им отказал, потому что совершенно резонно счел проект нереализуемым. Однако они зажгли Прохорова этой идеей. И Прохоров на совещании у самого Путина показал ему этот проект, и Путин одобрительно кивнул. Значит, то есть идея ее мобиля имеет, так сказать, высочайшее одобрение. Что интересно, в концепцию ее мобиля входит обязательным компонентом питание природным газом, сжатым метаном. И Газпром здесь подразумевается как один из будущих партнеров этого проекта. Потому что, ну, сжатым метаном на самом деле у нас есть, значит, компрессорные станции, газонаполнительные, но питаются сжатым метаном только грузовые автомобили, и то очень немного. В советское время их было мало, а сейчас еще меньше. Но, тем не менее, вот, значит, считается, что питание автомобилей метаном — это экологически такая тема, важная, это альтернативное топливо. И вот, пожалуйста, значит, да, давайте, мол, выпускать ее мобили, питать их природным газом, и, значит, да, все будет хорошо. Так вот, генеральный директор и главный конструктор в одном флаконе, в одном лице — Андрей Гинсбург. На самом деле, тема удивительная, потому что такого, ну, наверное, я не припомню. Если мы возьмем проект Маруся, Николая Фоменко, который испытывает еще большие трудности в реализации, потому что Маруся-то должна была быть уже давно, а нет же никакой Маруси. И, ну, просто некому отставить Николая Фоменко. Он, собственно говоря, да, он сорвал все обещанные им же самим сроки, но он же по-прежнему распоряжается этим проектом. И сейчас, насколько мне известно, он делает ставку на сторонний инжиниринг. Он обратился к финской инжиниринговой фирме «Валмет», которая в городе Усикаупунки, которая раньше занималась сборкой автомобилей. В 90-е там собирали даже девятки, Евросамары. Недавно там закончили собирать «Порше», «Кайманы» и «Бокстеры». Сейчас «Валмет», столкнувшись с финансовыми трудностями, пытается перепрофилироваться, пытается перепозиционировать себя, как такой глобальный инжиниринговый центр. И буквально первым проектом, первым заказом вот и должен стать проект «Маруся». И это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, печально, потому что весь инжиниринг-то из-за России получается в Финляндию и уйдет. А вот проект «Ёмобиль» совсем другая получается идея, потому что инжиниринг по-прежнему, ну, не российский, а белорусский, инжиниринг делают те 55 инженеров, которые работают в колодищах. Ну, честно говоря, я не увидел там места для 55 инженеров. Там, ну, вот по моим прикидкам, в этом здании половина такого, значит, кирпичного корпуса они арендуют. Ну, человек 20, мне кажется. Вот, ну, во всяком случае, я видел своими глазами, я видел рабочие места, я видел компьютеры, я видел, что они работают, значит, на программе Катья. Мне показали компьютерные расчеты, компьютерные модели кузова. Эти модели кузова и автомобиля, собственно говоря, даже подсобранного, уже прошли виртуальные краш-тесты. А надо сказать, что точность сейчас расчетов такова, что если потом, значит, они построят автомобиль в соответствии с этими компьютерными моделями, то, как правило, у западных, во всяком случае, специалистов совпадение, корреляция результатов виртуальных краш-тестов и реальных очень высока. И, как они говорят, виртуальная модель ее мобиля уже прошли главные сертификационные краш-тесты, да, и фронтальный, и боковой, и вроде как все нормально. То есть это уже немало. Часть инжиниринга уже сделана, причем своими белорусскими силами. Это очень важно. В том плане, вот мы говорим о том, что Россия, СНГ, Россия, Белоруссия, Украина не должны терять компетенций, не должны терять своих инженеров, не должны терять мозги. Пожалуйста, вот проект ее мобиля позволяет развивать собственные белорусские мозги. Да, в общем-то, и российские тоже, потому что электроника должна поставляться там частично российскими компаниями, там какая-то электротехника, дай бог, тоже. К сожалению, от идеи снабжать ее мобиль отечественными конденсаторами ее мобильщики уже отказались. Как они говорят, фирма Elton должна была делать конденсаторы. Как они говорят, качество хуже, чем у зарубежных, а цена выше. И, увы, это очень, к сожалению, распространенная история. Мы об этом еще поговорим чуть позже, но, во всяком случае, пока они используют корейские конденсаторы. Я посмотрел на те помещения, где все это дело делается, нормально, рабочая атмосфера, сохранилась часть оснастки от гоночной команды, но есть и два, например, координатно-расточных таких фрезерных станка с числовым программным управлением, где они делают корпуса электротехники, редукторы и так далее. Интересно, что, конечно же, если посмотреть на те проекты, аналогичные, которые делаются за рубежом, то я думаю, что примерно это делается схожими силами. То есть это десятки людей, которые где-то работают в каком-то небольшом помещении и перепоручают часть работы другим компаниям. В этом смысле проект ее мобиля абсолютно, надо сказать, европейский или американский или австралийский. Он абсолютно интернационален и он абсолютно, скажем так, нормален. Понимаете? Потому что вот мне многие говорили, что там ее мобиль – это позор для России. Посмотрите, там ничего не сделано, два года прошло, все сроки сорваны. И вообще как можно надеяться на то, что что-то будет сделано у нас, какие-то вот инновационные проекты какими-то своими силами. И я говорил, что, друзья, даже если ничего в итоге не будет, то посмотрите, сколько таких проектов существует в той же Америке, в той же Австралии, в Германии. Очень много. Мы просто про них не знаем. А на самом деле масса компаний пытаются сделать и автомобили целиком, и довести какие-нибудь экзотические двигатели внутреннего сгорания с квадратными поршнями, с овальными поршнями, вообще без цилиндра поршневой группы, как вот какие-нибудь там роторно-лопастные темы. Такие инжиниринговые фирмы есть, такие изобретатели есть. Да, как правило, большинство из них прогорает, но тем не менее они находят своих инвесторов, инвесторы вкладывают деньги в работу инженеров. И число этих инженеров постоянно как-то, да, ну, или растет, или не сокращается. Это очень важно, когда мы говорим про те самые компетенции. Очень важно, как мне кажется, чтобы внутренние деньги, российские или белорусские, или австралийские, или американские, поддерживали не только тех, кто, грубо говоря, там торгует носками и нефтью, но и тех, кто думает, но и тех, кто пытается что-то создать, чтобы они поддерживали инжиниринг. И здесь это есть. Сейчас после очередного выпуска новостей мы пытаемся связаться по телефону с Андреем Гинсбургом, который теперь и генеральный директор, и главный конструктор, и попробуем задать ему несколько вопросов, потому что вопросы все равно по-прежнему есть. Несмотря на то, что три прототипа ее мобиля построены и ездят, несмотря на то, что проект сохраняет финансирование, вопросов очень много. И вот интересно, как Андрей будет на них отвечать. Тем не менее, мне очень понравилось, что он, в отличие от Бирюкова, нормально разговаривает. Новости на финансировании. Пока мы не можем связаться с Андреем Гинсбургом, генеральным директором и главным конструктором ее авто, расскажу про то, как это ездит. Нас привезли после того, как мы побывали в колодищах в инженерном центре, если можно его так назвать. Ну, де-факто это есть. Это так. Нас привезли на государственный белорусский полигон, так называемый МАЗовский, в кавычках, потому что в основном там испытываются, конечно, тяжелые техники МАЗ. Но вот сейчас там проходят испытания и три этих прототипа. И вот мы туда приехали, и подъезжает Suzuki SX4 обычный, но оклеенный какой-то, значит, каким-то камуфляжем. И я сажусь за руль. Тишина. Двигатель под капотом молчит. Я нажимаю на газ, и эта штука трогается с такой интенсивностью, ну вот прям как мой эволюшн. Причем в полной тишине. Потому что это, можно сказать, что ее мобиль это электромобиль. Потому что и на передней оси, и на задней стоят 30-киловаттные электромоторы. То есть общая мощность где-то 60 киловатт. Ну, будь здоров, да? Вот, наконец-то мы дозвонились до Гинсбурга. Алло, Андрей. Да, приветствую. Приветствую. Ну вот, я только начал рассказывать, как я ездил, но расскажу потом. Вот. Андрей, вопрос самый главный. Ну, во-первых, поздравляю тебя с тем, что, так сказать, где-то 3 месяца назад, да, это все-таки повышение. Ты теперь генеральный директор и главный конструктор в одном флаконе, в одном лице. Это очень редкая такая, да, ситуация. И, как мне кажется, очень, ну, достаточно правильная, во всяком случае, сейчас на этом этапе. скажи, ты планируешь, как долго ты планируешь оставаться генеральным директором? Ну, скажем так, какого-то конкретного срока не определено. Скажем, стоит задача допустить проект. Так. Задача, она совершенно конкретная, с конкретными сроками, которые на сегодняшний момент озвучены. и я думаю, что в течение этого срока, как минимум, я буду оставаться генеральным директором. Хотя, конечно, я больше склонен, конечно, к инженерной работе. Конечно, конечно. Скажи, пожалуйста, сроки? Сроки, те, которые были нами озвучены, старт продаж от грузки товарных автомобилей, это начало 2015 года, первый квартал, начало второго квартала как максимум. Что касается презентации самих автомобилей, я думаю, что уже в следующем году мы начнем их показывать. Уже в следующем году? Да, мы начнем их показывать, начнем какую-то выставочную, сомнительную. Я... В сегодняшний момент планируется в следующем году, в середине следующего года проведение мероприятия, на котором автомобиле будет показано общественности, в общем, журналистам, в котором мы планируем стать в серию. Уже с нормальными кузовами, да, серийными? Да, именно так. Предсерийными. Скажи, пожалуйста, когда мы сидели вот у тебя в кабинете, там, на стене висела доска, и там было написано время Че, 8 марта. Это я так... Ну, это наши внутренние процессы, да, это время окончания сборки, начало испытаний. То есть... Мы не показываем людям неиспытанные машины, это, ну, просто неправильно. Естественно, естественно. К этому времени должны быть готовы первые прототипы, да, я так понимаю, уже вот с нормальными кузовами. Да. Должна быть первые прототипы. Скажи, пожалуйста, насколько вот в разговорах с вами я все-таки почувствовал, что полного понимания коммерческой стороны вопроса, того, сколько будет стоить ее мобиль в 2015 году, против кого он будет позиционироваться, как он будет продаваться, сколько будет дилеров там и так далее, я не почувствовал. Как мне кажется... Ну, на самом деле это понимание есть, позиционирование на рынке и с кем нам придется конкурировать. Есть понимание также и цены. Естественно, эта цена пока построена по принципу минимальный-максимальный диапазон, и на сегодняшний момент мы активно работаем для того, чтобы, естественно, эту цену приблизить к нижнему пределу, но, опять же, могу сказать, так как проекты такие никто не сделал, не только в России, но и в мире, то нет базы, по которой можно, вот сказать, если традиционный производитель берет, говорит, что вот у меня была модель, я выпускаю следующую модель, у меня есть база, старая модель, и все понятно, каждый полк сколько стоит, и я, соответственно, вошу изменения и почти точно понимаю, за сколько я могу продать этот автомобиль. у нас на самом деле гораздо больше неопределенностей, связанных именно с процессом производства, а так как мы сейчас находимся активно на стадии подготовки к производству, в том числе и наших уникальных компонентов, которые никто не производит, и нам просто надо организовать со смежными их поставки, то, соответственно, чем дальше мы идем по этому пути, тем точно мы понимаем конечный результат, хотя принципиально мы его понимаем уже сейчас. Это да, это понятно. Скажи, пожалуйста, вот у вас там на задах я заметил французский Майкрокар, такую маленькую машинку французской компании Майкрокар, да, Лежье, с алюминиевым пространственным кузовом, пластиковыми внешними панелями, с полулитровым дизелем. Вот, насколько я понимаю, именно на эту ролевую модель вы и рассчитываете. Да, то есть для вас, вот, они же тоже выпускают это достаточно небольшими объемами, тем не менее, они существуют и даже, так сказать, там, может быть, получают прибыль, я не в курсе. Нет, я не в курсе. На самом деле, эта машина покупалась исключительно для проверки определенных технических решений и изучения, то есть мы не скрываем, так же, как и все остальные нормальные производители, достаточно большое количество машин покупаем, чтобы разобрать. И эта машина, это одна из таких машин, которая исключительно с точки зрения инжиниринга изучалась. Брался безценный опыт. Ну, хорошо, а тогда, вот, какой, если мы говорим про модель компании, полного цикла, начиная от R&D, от разработки и заканчивая продажами, на какую существующую мировую фирму вы ориентируетесь? Потому что ориентироваться на гигантов, которые, как там, Mazda и так далее, которые миллионными тиражами выпускают автомобили, вы не можете. У вас заявленный максимум 40 тысяч. Конечно. Джонид, мы, на самом деле, не пытаемся скопировать эту модель. Мы очень внимательно изучили и продолжаем держать руку на пульсе того, что происходит в автомобильной индустрии, как кто работает, как кто организовывает, какие модели выходят, какие тренды. Но мы, не менее, пытаемся все-таки строить собственную модель, исходя из особенностей собственного менталитета, исходя из особенностей условий ведения бизнеса здесь. Например, мы прекрасно понимаем, будучи небольшой компанией, мы не можем себе позволить иметь по 10-20 тысяч инженеров в РНД. Соответственно, мы имеем контакт, достаточно компактный, но, тем не менее, высококомпалифицированный, и мы очень много работы раздаем специализированным компаниям, которые выполняют свою часть очень эффективно, когда нам это нужно, и с минимальными для нас затратами, так как мы не несем постоянной затраты содержания инженеров данного профиля в всех компаниях. Ну, это общее... Тем не менее, ну, это на самом деле как раз то, что отличает не очень большие компании от больших. Большие в основном держат собственный полный штат и привлекают сторонних подрядчиков, а просто полного штата не хватает. Мы же принципиально не держим полный штат, это в общем-то коренной отличие. Но, тем не менее, вот я лично не знаю такой компании, которая выпускала бы небольшим тиражом в 10-20 тысяч машин автомобиль не премиум класса и была бы прибыльной. Вот, какие особенности национального менталитета, как ты сказал, позволяют вам надеяться на позитивное будущее вашего проекта? Ну, во-первых, одна и основная особенность, которая нам позволяет надеяться на прибыльность, это то, что наш капот существенно в меньшую сторону отличается от традиционных. Это связано с тем, что в первую очередь у нас нет двух таких самых затратных частей производства, таких как тамповка полного с большим количеством деталей. У нас тампованные детали меньше в сотни. И мы их делаем на аутсорсинге, соответственно, мы несем затраты только на изготовление оснастки, и эти затраты в разы меньше, чем на производство традиционного кузова. Это раз. И второе, у нас нет покраски. Это тоже позволяет нам очень серьезно утешевить как собственно говоря стартовые затраты, так и текущие расходы на содержание производства. И вы полагаете, что именно вот это позволит настолько сократить затраты на подготовку производства, что окупит это все? то есть тропы окупаемости проекта они существенно сокращаются. Даже если для традиционного производителя жестких автомобилей необходимо построить завод и, скорее всего, первое поколение выпускаемых в заводе автомобилей не окупает завод, то для нас в принципе это вполне реально показывать наш финансовый автомобиль. Здорово, здорово. Ну, будем надеяться на то, что все у вас получится. Андрей, огромное спасибо. Еще раз желаю успеха. Спасибо. Да, и до связи, до встречи. Всего хорошего. Всего доброго, счастливо. Андрей Гинсбург, генеральный директор и главный конструктор в одном лице компании «Ее Авто» у нас был. Вот они оптимисты, и это очень здорово. Андрей Бирюков в разговорах он был еще большим оптимистом, но вот за что, собственно говоря, и поплатился местом. Теперь в разговорах с Андреем Гинсбургом картина вырисовывается гораздо более реалистичная, скажем так, да, потому что проекту уже отводится не два года до выпуска, от начала идеи до выпуска автомобиля, что было совершенно нереалистично, а четыре и даже более. Прототипы мулы уже есть, компьютерная модель уже есть, понимание, как вот мы сейчас слышали, каких-нибудь, какие-то особенности производства уже есть, инженерные партнеры уже есть, и это, в общем, вселяет, да, вселяет какую-то надежду. Но вопросы все равно остаются. И, конечно же, мы очень много это обсуждали и с Андреем, и с Бирюковым в свое время, и сейчас, после выпуска новостей, я попробую их озвучить. Я все-таки расскажу о том, как едет мул, прототип, да, будущий, ее мобиль, о том, что там хорошо, что плохо, и что концептуально плохо, как мне кажется, и что может просто оттолкнуть меня от покупки этой машины, в принципе, когда она будет. А пока новости. Так вот, мулы, ее мобилия существуют и ездят. Я на них ездил. Построено три машины, внешне это Suzuki SX4, внутри оригинальные компоненты, два электромотора с редукторами, под капотом некий бензиновый четырехцилиндровый мотор объемом 1,4 литра, мощностью примерно 75 лошадиных сил, сблокированный с генератором и 70-килограммовая под полом батарея суперконденсаторов, емкостью аж 7,5 фарад, очень много, 110 ватт-часов всего она запасает, и этого хватает, вот если ты садишься, нажимаешь на газ, машина в полной тишине прямо рвет с места, прямо рвет, то есть эволюшн, ну потому что у электромоторов, ведь все вы знаете, вот как стартуют троллейбусы, мощно стартуют с места, да, потом начинают разгоняться все медленнее и медленнее, потому что у электромоторов характеристика такова, что максимальный крутящий момент они развивают прямо с нуля оборотов, поэтому ее мобиль прямо рвет, тем более полный привод, где-то за 4 секунды с лишним эта штука набирает 50-60 км в час, то есть в городе она будет со светофоров стартовать круче, чуть ли не там, ну как вот как суперкар, потом где-то спустя 4 секунды запас в конденсаторах энергии иссякает и запускается автоматически под капотом двигатель, который с помощью генератора вращает уже, да, питает напрямую электромоторы, и поскольку вот как я уже сейчас говорил, характеристика моментная спадает у электромоторов с ростом оборотов, то чем выше скорость, тем медленнее разгоняется эта штука, этот мул прототип ее мобиля. Где-то до 80 км в час, я вот там примерно замерял, это 8 секунд, до сотни это уже где-то 14 секунд, а выше 100 км в час, ну буквально по километру в час ты набираешь скорость, ты едешь там, да, 107, 111, максимум, который мне удалось получить, это 119 км в час, то есть примерно это 130 по спидометру, потому что спидометры всегда врут в большую сторону в целях безопасности автомобилей в мире с точными спидометрами практически нет, и Гинсбург и коллеги говорят, что это концептуально, дескать, что они создают городской автомобиль гибридный, цель которого перемещаться с разрешенными в рамках правил дорожного движения скоростями, а у нас даже, собственно говоря, даже когда будет повышен порог на автострадах, это будет 130 км в час, а сейчас это вообще 110, то есть, если так вот рассуждать, то почему бы и нет, тем более, что в городе разрешено 60 км в час, а до 60 запас динамики у емобиля прекрасный, прямо просто прекрасный, и, ну, даже если ехать 80 км в час по какой-нибудь вылетной магистрали, типа Ленинского проспекта или Ленинградского, пожалуйста, до 80, динамика опять-таки у машины соответствует нынешним представлениям. Это уже, конечно, не суперкар и не спорткар, но вполне как нормальный кроссовер с двухлитровым, скажем, мотором. При этом масса сейчас вот этого мула полторы тонны, а масса серийного ее мобиля за счет более легкого кузова, который будет с навесными пластиковыми панелями, вот о чем Андрей Гинсбург говорил, окрашенными в массе, то есть эта пластиковая навеска не нуждается в покрасочной линии. Масса будет тонна 350, то есть, скажем так, это чуть тяжелее обычного Сузуки СХ4, который весит тонну 300. Но при этом, поскольку это автомобиль с электрической трансмиссией, ее мобиль, то у него есть так называемые рекуперативные торможения. Когда мы сбрасываем газ, электромоторы переходят в режим генераторов и закачивают энергию в суперконденсаторы. Причем, поскольку это конденсаторы, а не обычные батареи, то эффективность рекуперации очень высокая. Конденсаторы могут моментально впитать большие токи, которые как раз вот и генерируют при торможении электромоторы. И в общем-то это получается здорово. Я вот ездил, во-первых, конечно же, мотор работает большую часть времени, бензиновый, и тратит, конечно, топливо, но очень часто электроника глушит двигатель, когда вы едете с постоянной скоростью или даже ускоряетесь немного. И если батарея полна, то машина может проехать секунды, иногда десятки секунд просто на вот этом запасенном дармовом электричестве. Это очень важно, и именно это позволяет емобильцам декларировать реальный расход в городе, расход бензина, 6 литров на 100 километров пробега. Они резонно говорят, что, дескать, посмотрите, вот у других кроссоверов такого же примерно типа размера, расход 10 литров на сотню и выше. На что я им, конечно, возражаю, что, друзья, а дизельные кроссоверы вполне укладываются в 6-7 литров. Ну, тут они говорят, что, а вот бензин, а все-таки о питании природным газом и так далее. И, значит, тут вот начинается легкое недопонимание. Потому что, вот смотрите, сколько будет стоить ее мобиль, когда он появится? Конечно же, никак не 450 тысяч рублей, как они обещали два года тому назад. Я назвал цифру миллион, и, значит, замдиректора по маркетингу Дмитрий Юрод, так, философский клон, ну, миллион, значит, миллион. Ну, вот представьте себе, вам нужно выбрать или купить, например, Саньон Коктион с дизельным двигателем, с полным приводом, с автоматической коробкой за миллион рублей, который разгоняется до 170 километров в час, у которого совершенно нормальная динамика, у которого, так сказать, расход, ну, скажем, 8 литров, хорошо, да, 8 литров в среднем дистоплива он будет жрать. Или ее мобиль, который разгоняется нормально только до сотни, а потом уже очень медленно. И да, он расходует, скажем, 6 литров бензина, но он стоит те же деньги. У него пластиковые наружные панели, которые там, да, дышат у вас под рукой, и еще неизвестно, как все это будет работать, и у которого нет, как бы, нет своей дилерской сети установившейся, у которого нет репутации, у которого там непонятно, что с этой электротехникой будет. Вот бабушка сказала, даже не надвое, понимаете? Мне, вот Гинсбург и его коллеги говорят, что интерес к этим машинам высок, и когда они появятся, их будут покупать только потому, что это инновационно, у меня большие сомнения. Потому что инновации, это, конечно, здорово, но как только дело доходит до реальной покупки, мы с вами, конечно же, выбираем проверенные бренды. Почему, так сказать, Toyota так популярна? Потому что все знают, что Toyota это надежно. Почему сейчас корейцы так прут? Потому что у людей из года в год вырабатывается представление о том, что если вы купили корейца, то у вас особых проблем не будет, у вас пятилетняя гарантия, ничего ломаться не будет и так далее. В случае с гипотетическим пока вероятным веомобилем все гораздо, гораздо сложнее. И, честно говоря, большие у меня до сих пор, конечно же, сомнения. Но теперь этих сомнений стало меньше, потому что проект развивается. По словам Гинсбурга и его коллег, уже в проект вложено около 100 миллионов евро. Основные затраты 70 примерно процентов пришлись на строительство завода в промзоре Марьино под Санкт-Петербургом, где пока стоят только голые стены. Там практически нету никакого оборудования, там буквально единицы. Собственно, на инжиниринг потрачено немного, назывались цифры в 5 миллионов евро на собственную работу, но, так сказать, впереди гораздо больше затрат. И вряд ли, как мне кажется, проект уложится в те 250 миллионов евро, о которых сейчас говорят Гинсбург и Ерота. Но опять-таки, когда я спрашиваю ребята, вот если все это будет, цена будет расти и так далее, они говорят, ну, значит, будет расти. И это хорошо, потому что Прохоров будет платить за этот проект. И, соответственно, нас ждет впереди, я надеюсь, много интересного. Весной нам обещают ходовые уже предсерийные прототипы, серийные машины вот в конце 14-го, начале 15-го года, что называется, будем посмотреть. Мне очень нравится эта история, потому что эта история, она наша, потому что, вот как я говорил, все-таки она повышает наши внутренние компетенции. Так что я желаю успеха и ее мобильщикам, и, кстати, и Николаю Фоменко с его Марусей. Я надеюсь, от них тоже появятся какие-то позитивные новости в ближайшее время. Вот. Если вам это интересно, то мы продолжим про это говорить. А следующий дорожный просвет, я полагаю, мы посвятим каким-нибудь пробкам, парковкам и так далее. Спасибо, что слушали. С вами был Леонид Голованов. Дорожный просвет.